Новая инициатива главы АвтоВАЗа наверняка понравится российским семьям. Максим Соколов считает, что родителям нужно разрешить тратить материнский капитал на покупку первого автомобиля. По его мнению, это улучшит положение молодых семей, а заодно поспособствует сбыту машин. Если инициатива ВАЗовского президента будет реализована, потратить федеральные деньги россияне смогут на приобретение техники отечественных марок. Напомним, что сейчас за первого и второго ребенка родители получают 524 и 693 тысячи рублей соответственно. Если материнский капитал за первого ребенка уже был получен ранее, то доплата за второго составит 169 тысяч. По закону эти средства нельзя потратить на приобретение автомобиля, хотя российские семьи давно об этом просят. В настоящий момент деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или ежемесячные выплаты. Кроме того, по мнению Максима Соколова, следует обсудить введение законодательной нормы для служб такси по количеству российских автомобилей. То есть сделать так, чтобы таксомоторные компании закупали лады принудительно. Как считает президент компании, это достаточно емкий рынок для производителей машин, в котором, помимо законов бизнеса, вдобавок должны действовать и механизмы государственного регулирования. Правда, при реализации идеи могут возникнуть проблемы, ведь сейчас многие таксисты работают через агрегаторы на своих собственных автомобилях. И им навязать покупку «Гранты» вместо «Соляриса» будет невозможно. Все эти предложения были переданы членам Совета Федерации на совещании, посвященном развитию автомобильной промышленности. Так что вскоре можно ожидать появления соответствующих законодательных инициатив со стороны сенаторов. Между тем, россияне снова начали активно брать кредиты на покупку автомобилей. По итогам августа банки выдали 56 тысяч автокредитов, что сразу на 17% лучше июльского показателя, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Таким образом, рынок финансовых услуг растет пятый месяц подряд. Правда, в прошлом году отечественные автомобилисты пользовались заемными средствами примерно на треть активнее, чем сейчас. С другой стороны, в последнее время уровень одобрения заявок на автокредиты находится на стабильном уровне порядка 30%. Это значит, что приобретением машин вновь интересуются заемщики хорошего кредитного качества.